Добрый вечер, друзья! Здравствуйте, те, кто смотрит меня уже сейчас в онлайне, и те, кто будет смотреть это в записи. С вами DICE. И сегодня я займусь тем, что возьмусь за одну очень-очень старую, но при этом одну, наверное, из самых лучших космических глобальных стратегий под названием Master Oryona 2. Это, пожалуй, эталон жанра и игра, которая, в общем-то, на многие годы определила то, как будет выглядеть жанр в дальнейшем. Ее неоднократно пытались клонировать, было множество подражателей, и даже ее сиквел, и тот можно записать в подражателе, который не смог достичь былого величия великого мастера Ориона. Потому что сделан он был, с одной стороны, просто, с другой стороны, интересно, атмосферно, геймплейно очень глубоко, и вообще во всех отношениях круто. Ну что ж, давайте тогда начнем с того, что посмотрим вступительный ролик, который, не сказать, что особо впечатляющий и особо большой, но он, по крайней мере, есть. Так... Продолжение следует... 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 В практике будет 5 империй, и вполне этого будет достаточно для того, чтобы успеть хоть как-то подготовиться к встрече с соседями. Расу создашь? А да, сейчас разберемся насчет расы тоже. И также можно задать технический уровень, который будет на начало игры. При варп, то есть до изобретения варп-технологии, до изобретения вообще палета в космос. Потом есть средний и продвинутый. Но на среднем вы начинаете с того, что у вас уже есть колонист, колониальный корабль, и вы можете колонизировать одну планету. У вас есть два скаута, которыми можно разведывать. А на более сложном у вас уже есть несколько колоний, вы изучили более продвинутые технологии. Ну, это, наверное, хорошо для тех рас, которые не умеют в исследовании и хотят рашить. Мы будем играть на чем-нибудь при варповом, чтобы так подольше прозвиваться. Погнать интересоваться, что там у нас вообще в дереве, исследования. Успеть хоть немного разобраться с игрой. Тактические битвы. Это возможность вручную управлять битвами. Там по шагу режим есть боев. В общем-то, он замечательный, интересный. И ума оставим. Случайные события. Это различные вещи. Типа там чумах какой-то колонии. Все умерли. Или вдруг внезапно появился космический монстр, который летит к вам и всех схавает. Все там тоже умрут. Видите, разнообразием блещет эти случайные события. А, ну да, научные прорывы. Там еще что-то типа такого бывает. Ну, я думаю, оставим это на какое-нибудь, возможно, другое прохождение. Потому как с этим, может, совершенно непредсказуемо игра усложняться или наоборот. Ну, а также атака антаранцев дает возможность в игре, как бы, добавляет еще один способ победы. Победа над антаранцами. Основными антагонистами игры. Злобные расы, которые, в общем-то, спешат нагнуть всю галактику, не дать ей развиться. Я уж точно не помню, там бэкграунд, но мы разберемся. Многофон говорит, привет, а почему тебе вторая часть больше третьей нравится? О, это отдельный вопрос. Ну, я думаю, мы его обязательно рассмотрим, но уже чуть позже. Так что, в общем-то, вроде выстрелено, все, жму Акцепт. И теперь нам нужно выбрать расу. Есть несколько рас на выбор. Их, я, насколько помню, 13 и 14, это кастом. Мы самостоятельно можем создать свою собственную расу. Есть Алкари, которые имеют защиту кораблей, увеличенную артефакты на их родном мире, что позволяет им исследовать со старта по-лучшему. Булдрать, это такие, в общем-то, вармонгеры, которые берут рашем, космическими битвами. Дарлоки, которые специализируются на шпионажах. Элерионы, очень странные расы, телепатики. Амнисайя, то есть они видят всю галактику сразу. Они могут планеты захватывать без наземного штурма. Гноломы, ну, это такие торговые ребята, но, в общем-то, похожи на космических евреев. Даешь, пекорианцев. Посмотрим, посмотрим. Люди есть. Люди, как обычно, демократичные, харизматичные. Именно такие дипломаты, в общем-то. Клаконцы, они являются представителями индустриальной расы, у которой есть единое сознание, как это такое, унификейшн называется. Но они при этом очень тупые, и вообще исследования у них фиговые. Кибернетическая раса, которая тоже сосредоточена отчасти на индустриальном развитии. Моршане, еще одни бойцы. Псилонцы, это ученые, исследователи. Такая талантливая раса. Сакра. Это экспансионисты, которые очень быстро растут, развиваются. У них больше размера миров, и быстрее жители появляются. Силикоиды. Ну, не жрут вообще. Просто от слова совсем. При этом с дипломатией у них тоже как-то не очень. Такие кристаллы живые. И также есть тарелориранцы. Тарели... Ну, в общем, так их назовем, которые являются подводными существами. Мы же создадим свою собственную расу. Эту расу основем, наверное, выберем картинку, кто будет как бы базовой расой. Ну, пусть это будут, например, вот эти космические эльфы или ренцы. Они потому что няшки, а няшки это хорошо. Котейку давай. Котейку не. Котейку уже у нас хватило с Кариме. Мы вернемся как-нибудь с Карима обязательно. Очистим выбор. Кстати, по-моему, какой-то шум на фоне слышу. Музыка, по-моему, шипит. Надо перезапустить будет. Это, видимо, потому что я на паузу стоял. Достбокс, он этого очень не любит. Зараза такая. Что у нас тут? Да, реально какие-то шипения на фоне. Вообще ужас. Но с шипением мы разберемся. Уберем вот все. Почему у меня на аватарке нет людей Путина? А, вот. Назвать можно расу нашу. Пекари будет. Пекарс. Или пекари, наверное, вот так. Вот. И кто они у нас будут? Ну, во-первых, это у нас будет такое коллективное сознание. Unification, которое дает следующие бонусы. Бонус в защите от шпионажа. Мораль вообще не действует. Они устойчивы к любым негативным модификаторам морали. И от этого, соответственно, не будет падать продукция, производство. Также они увеличивают производительность на 50%. И производство еды тоже на 50% выше. Забейте на эту ёбу, давай в Баггерфул, говорит Фримен. Ох, ты ж какой ты смешной. О, и Зук совсем умер. Ну, с ним бывает такое, как бы он немножко агнизировал, а потом сдох. Не скажу, что я сильно против этого. Наверное, будет так даже лучшим. Привет, Пекатрон. Привет, Сусанин. Хойгарт тоже. Пекарианцы. Да, Пекари пусть будут. Ходят слухи, что стрим проплачен. Кем, за что и почему. Потом есть очень важный выбор. Называется Creative. То есть талантливый, творческий. Он очень дорогой. 8 поинтов стоит. У нас всего 4 осталось. То есть нужно будет какие-то в минус брать. Что он даёт? Талантливые расы имеют возможность получать все технологии, которые они открывают на уровне. Тут вообще стоит поговорить о том, как исследования ведутся в этой игре. Они довольно интересно построены. То есть у вас есть там 8 различных технологических, в общем, научных отраслей. Там, скажем, физика, биология, компьютерные науки и так далее. И вы в них можете выбрать одну из трёх технологий, которые будете изучать на каждом уровне. Только одну из трёх. Две остальных вы не можете изучать. Ну, вы их там можете с кем-нибудь там обменять, например, с помощью дипломатии. Но если у вас есть креативность вот эта, то есть талантливость, то ваша раса может изучать все три сразу. Это вообще имба, честно скажу. Так что играть за имбу будем. Почему бы и нет, в конце концов. За имбу все любят играть. Я в особенности. Ну и чем-то нужно скомпенсировать. Например, шпионаж нам не особо будет полезен, потому что у нас есть бонусы на шпионаж. И вот эти минус сколько там, минус 10 процентов шпионажа, они не сильно повлияют на нас. Через что ты играешь? Через Досбокс. Читал фанфик по этой вселенной от Лукьяненко? Нет, нет. Не читал. Ну, а что-то слышал, что вроде есть. Да, это Досбокс не виртуалка. Полегче, бро. Ты кто такой, говорит Штормдвилель? Да кто меня знает. Огромный космический тентакливый монстр, наверное. Если ты спрашиваешь. Так, теперь у нас еще нужно выбрать что-то. Ну, например, можно пожертвовать наземными битвами, потому что это не особо страшно. За счет того, что мы получим все технологии, по три штуки будем в каждой ветке брать, то мы это сможем компенсировать нашими научными открытиями. Потом у нас есть одно очко. Давайте возьмем, например, Большой домашний мир. Это очень круто. Потому что Большой домашний мир, это позволит нам... Что делать? Это позволит нам гораздо больше населения иметь. И, соответственно, больше исследования, больше производства, больше денег, больше всего. Ох, иметь большое население здесь очень важно. Наверное, так же, как и в цивилизации. Если вы помните прохождение там за Польшу было... Может быть, кстати, будет еще одно какое-нибудь в ближайшем времени. Так, эта игра так же, как цивилизация будет проходить. В смысле, во Флейм, что ты имеешь в виду? То есть, по минут 15 на ход? Ну, наверное, да. Лаконяник этой книжки на 80% соответствует вселенной. Даже характеристики названия Разгрид Калиб. Слушай, ну, нужно почитать определенным. Народ — это главное богатство. Вот именно волос, именно так. Привет, Алан Брек. Ну что, что-то еще можно было по идее взять? Вот, например, нужно что-то на исследование взять еще. Я жадный, мне хочется больше исследований. Тут два варианта. Либо плюс один ресерч — это плюс один дает за каждого нашего человечка. Но тогда нам нужно чем-то это компенсировать будет, а компенсировать уже толком нечем. Либо мы можем взять, например, артефактный мир. Это тоже нам толком компенсировать нечем будет. Я хотел артефактный мир взять, который ресерч на планете дает на первые стартовые. Это дает нам как бы небольшой буст в начале, но по идее буст в начале он и в будущем пригодится. То есть у нас как бы вариант либо долговременный ресерч, либо такой ресерч. Нужно чем-то компенсировать. Ну, естественно, poor home world — это уменьшает нашу продукцию базовую, что не очень хорошо, потому что основным производственным центром на старте именно будет наш мир основной. Его бафать имеет смысл. А другие вот эти минусы отсюда, из этой ветки, ну, не из ветки, а из этого столбца самого левого, они очень плохие. То есть минус к росту, минус к пище, к индустрии, к науке, к деньгам — все это ужасно-ужасно просто. С другой стороны, можно пожертвовать защитой кораблей, потому что у нас будет больше различных технологий, мы их больше будем быстрее исследовать, и это как бы скомпенсирует вполне. Pax Empire есть даже, псевдо 3D, красиво, очень, Гришторон Дейлель. Ну, Pax Empire нет, я не играл. Хватит собирать игровые... А, имбовые билды, имбовые, ну, имбы — это же хорошо. Все любят имбу. Ну и ладно, шип-атак тоже, конечно, можно взять, но не очень хорошо, скажем вам, шип-атак в минус брать. Но что-то нужно в минус. Что-то потом на один нужно будет еще тогда пикнуть. Так, Research возьмем, Science вот так вот. И можем очков 110 оставить, потому что больше вкладывать некуда. Я просто не вижу, как можно вложить это очком. По идее, можно было вместо Unification демократию взять, но я не буду это делать. Производство гораздо важнее. Repulsive. А Repulsive — это ужасно, потому что, ну, я вряд ли смогу быстро разобраться в игре, а начать быстро воевать тут же с врагами — это плохая идея. Если мы возьмем Repulsive, Repulsive — это такая штука, которая минусы к дипломатии дает. Но мы ничего не сможем сделать, кроме того, как объявить войну или заключить мир. Хотя, с другой стороны, в этом-то все дипломатии заключаются, да? Заключить войну как можно быстрее, а потом заключить мир, когда уже все в руинах. Но это, по сути, игра без дипломатии. И у нас будут пенальти на найм различных лидеров и прочего. План сойдет. Я думаю, 110 очков — нормально. Будет, как бы, дадим форму в 10 очков в 10% в компьютерам. Не проще убрать большой мир и потом убрать минус к атаке. Large Homeworld убрать 2M? Ну, можно, конечно, убрать. Можно убрать шип-атак, но без Large Homeworld будет, наверное, на старте немножко тяжеловато. Large Homeworld, потому что очень хорошая вещь, она удваивает размер наш. А, не удваивает, ну, просто большая вместо среднего будет планета. А, сойдет. Давайте уберем так, уберем шип-атак и будет у нас креативная раса с бонусами к Research и с юнификацией, с минусами к шпионажу, к боям на земле и к защите кораблей. Поехали. Нам нужно набрать имя нашего лидера, кто будет править нации пекарей и пекарем будут идти по переводителям Dice, конечно же, Dice Master. Нужно выбрать цвет. Давайте проголосуйте в чате, с какой цветом вы больше. Красный, желтый, зеленый, вот этот вот серебристый, оранжевый, фиолетовый, какой-то коричневый или другой фиолетовый. Ну, этот лиловый назовем, вот этот фиолетовый. Синенький, ну, синенький или фиолетовенький, да, говорят. Красный, красный, сесно-розовый, ядро 146%, желтый, красный, но красный очень много, конечно, это очень важно. Пусть будет красный. Ладно, договорились, будет красный цвет. генерация вселенной происходит, размещает домашние миры и первая планета, назовем, давайте ее, СК2ТВ. Будет у нас планетарная система, звезда СК2ТВ. Остальные мы планеты тоже и звездные системы будем называть в честь каких-нибудь стриминговых ресурсов. там, Гудгейм, например, Кибергейм, Твич, Ютюб, какой-нибудь слайд и так далее. В общем, найдется название. Черный же, надо брать, репульсив, отыгрывать ситков. Ну не, ну кому надо, кому нет. Харконнина. Ага, вот они красные, сказав, ТВшники сидят здесь. Хорошо, что не Адольф в главе, вы плавим, это точно. Вот. Ну что у нас есть? У нас есть маленький такой мир и система с четырьмя планетами. Это круто. Одна из них, правда, газовый гигант, Рич, Токсик, Токсик это ужасно просто. Эрит, ох, вот это вот неплохо. Огромный мир на 15 популяции. Хоть и на бедной, но 15 популяций это хорошо, это исследовательский мир хороший будет. Прямо в нашей стартовой системе. И 12 популяций на старте, на мире СК2ТВ. Что у нас здесь есть? У нас есть пища, нет, трех придется оставить на фарминге. И первым делом мы будем производить, наверное, не хаусинг, ну хаусинг оставим. Если мы колони-бейз начнем производить, это потребует 29 ходов. Это очень долго, даже если мы, например, возьмем и воткнем всех наших в колони-бейз, то это 15 ходов займет. Это очень долго, поэтому мы переместим на исследование и пойдем вместо колони-бейза в технологии, которая позволит нам увеличить наши исследования и производство. А здесь поставим хаусинг, который, правда, работать особо не будет, потому что у нас производство ноли ровно на старте. И надо, кстати, перезапустить игру, потому что звука вообще нету. Поверхность планеты выглядит так, будто атмосферы нету. Да не, ну есть атмосфера, просто ночь, видите, там звезды, звездная база виднеется где-то. Ну и Дриммер говорит, вот дела, я помогал разрабатывать игру ION, называется так, дизайн, нравился, я смотрю, да ребята все с Ириона содрали. Ой, с Ириона, я уже говорил в начале, дерут все, кто не попы, потому что игрушка была очень классная. Сейчас я альтабну, теперь запущу игру, на секундочку. Так, сохранюсь, конечно же. И после этого мы продолжим уже с музлом. А вот и музло появилось. Даже ничего делать не нужно было. просто само. Но засейвиться никто не помешает. Сейв есть, возвращаю картинку. Ум. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА